Владельцам каких машин придется заплатить транспортный налог в тройном размере? Новый список от Минпромторга. Бесплатные семинары по предпринимательству для школьников прошли в Татарстане. Какой бизнес подростки придумали и готовы начать? Искусственные елки-ценники этого года выросли, а с ними расходы на гирлянды и елочные игрушки. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! Сегодня, 1 декабря, истек срок уплаты имущественных налогов. Налоговая разослала 2 с лишним миллиона уведомлений. Столько в республике плательщиков налога на имущество. Татарстанцы все вместе должны в этом году за прошлый 2022 заплатить 9,1 миллиард рублей налогов. Это почти на 6% больше, чем год назад. В рублях на полмиллиарда. Такой рост налоговики объясняют тем, что у жителей республики прибавилось имущество, с которого они платят налоги. Домов, квартиры, земли, машин. Кстати, транспортного налога в этом году казна, возможно, не досчитается. Только того, который собирает с роскошных автомобилей. В этой части есть изменения по начислениям. Специалисты нам объяснили, владельцы каких автомобилей заплатят повышенный налог, а какие машины теперь уже не считаются роскошью. С 2022 года с исчислениями у нас изменился повышающий коэффициент по транспортному налогу. Раньше у нас применялся по транспортным средствам, которые стоимость от 3 миллионов до 10 миллионов рублей. С 2022 года начиная у нас повышающий коэффициент 3 применяется по автомобилям, у которых стоимость более 10 миллионов до 15 миллионов из даты выпуска прошло не более 10 лет. И также повышающий коэффициент 3 применяется по автомобилям со стоимостью более 15 миллионов рублей, у которых с даты выпуска прошло не более 20 лет. В связи с тем, что у нас планка вот эта вот увеличилась, у нас количество таких машин уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В том году у нас такое количество составляло более 7 тысяч, в этом году у нас только 215 единиц. Минпромторг каждый год пересматривает и обновляет список роскошных авто. До конца марта он появляется на сайте министерства. В Татарстане для школьников прошли бесплатные семинары по предпринимательству. Организуют их в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это уже второй этап республиканской программы «Школьный бизнес-старт». В первом было 11 тысяч ребят из 28 районов республики. Теперь остались 600 самых успешных, обучают их делиться своим бизнес-опытом местные предприниматели. Кстати, они оценили школьные бизнес-проекты как перспективные и очень оригинальные. Разные команды предлагали открыть кота-кафе, изготавливать свечи из натуральных составов, тематические футболки, украшения из холодного фарфора, производство экологических веников из старых пластиковых бутылок. Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель будущего года. Ребята, которые участвуют в республиканском проекте «Школьный бизнес-старт», получают бесплатно такие знания, которые сегодня за немалые деньги дают международных бизнес-школах. На семинарах наставники, которые являются действующими предпринимателями, рассказывают детям о налогах, о себестоимости продукции, о том, как прорабатывать маркетинговую стратегию, стратегию руководителя. Они учили строить команды, разрабатывать свой продукт, показывали, как нужно продвигать продукцию и как найти бизнес-идею. Напомним, программа «Школьный бизнес-старт» реализуется при поддержке Министерства образования и науки Татарстана, Центра «Мой бизнес», Фонда поддержки предпринимательства республики и Минэкономики. Искусственные елки с прошлого года подорожали на 21%. Увидели аналитики чек-индекса. Они изучили чеки более чем с миллиона онлайн-касс и сделали такой вывод. В этом году в среднем за искусственную елку покупатели отдают 4,5 тысячи рублей. И покупать многоразовые елки люди стали чаще на 17%. Гирлянды в этом году обходятся примерно в 506 рублей, на 6% дороже. Покупать их стали реже, на 4%. Набор елочных игрушек, средний чек – 361 рубль, на 18% больше к году. И покупок стало тоже больше на 17%. В основном люди покупают новогодние украшения в онлайн-магазинах. На 30-40% вырос этот показатель, но это не касается искусственных елок. Их все-таки покупатели предпочитают сначала увидеть, потрогать, понимать, что берут, потом покупать. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.